Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим о некоторых заблуждениях, которые у нас иногда возникают в английском языке. Это связано и с грамматикой, и с разными другими аспектами. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Меня зовут Анастасия. Это замечательный канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, первое заблуждение. Почему я его поставила на первую позицию? Потому что оно обидно лично для меня. Но на самом деле шучу. Так, первое наше заблуждение это то, что в английском языке местоимение it используется для всех домашних питомцев и вообще, в принципе, животных. То есть мы не можем про них сказать he или she. Но это далеко не так, дорогие друзья. Особенно про своих домашних питомцев можете спокойно говорить she или he. Например, I have a dog. Her name is Дуня. Она у меня есть собака. Ее зовут Дуня. Она не its name, а her name. Потому что она моя собака. Естественно, я знаю ее пол. Ну, я надеюсь. И, ну, в принципе, многие люди считают их членами семьи, поэтому почему не употребить в их адрес he или she? Многие даже ребята, которые занимаются автомобилями, называют свои тачки she. She is my baby. Поэтому, если уж тачки так можно называть, то животных и подавно. Следующее заблуждение, что мы вообще не используем глагол shall. Что он вообще у нас заменился во всем will, ушел в небытие, да, и вообще нам он не нужен. Это не так. Во-первых, мы используем глагол shall в вопросах с хвостиком, если у нас есть там конструкция let's. Let's go to the cinema, shall we? На, пойдем в кино, да? Вот мы в русском языке в основном задаем эти вопросы с хвостиком с помощью да или нет. Нам в английском нам нужен вот вспомогательный глагол в конце. В конструкции с let's это будет shall. И никак по-другому. Потом мы можем эту конструкцию вообще немножко переделать этот вопрос, я имею в виду, и сказать просто Shall we go to the cinema? Пойдем в кино, и это будет тоже, тоже самое. Значит, да, просто совершенно другая конструкция. Shall we go to the cinema? Тоже, опять же, мы используем shall, когда мы предлагаем что-то делать, да, выдвигаем какую-то идею и говорим, давай, пошли. Вот для этого нам нужен shall. Или, например, я могу, ну, не знаю, там, увидела маму, допустим, свою, она несет тяжелые сумки, я к ней подхожу и спрашиваю Shall I carry your bags? Да, давай я понесу твои сумки. Вот опять же, да, я предлагаю ей взять ее сумки и понести их. Да, вот в этом случае мы будем использовать shall. Вот во всех вот этих вышеперечисленных случаях, о которых я только что сказала, shall мы будем использовать только с I и we, да, только с этими формами. Однако, у нас есть юридический английский, и если, ну, вы когда-нибудь, да, встретитесь с юридическими документами, там будет очень много shall, который будет, значит, обязательства какие-то, да, то есть вместо must, вместо have, вместо need очень часто употребляется shall. Ну, и вместо need, а вместо must в основном. Вот давайте посмотрим на предложение, которое, возможно, будет полезно. Да, то есть вот арендатель берет на себя ответственность, ну, за состояние транспортного средства, да, ну, то есть это можете встретить в каком-то договоре аренды, да, если вы берете что-то в аренду. Вот видите, у нас здесь the hire, это вообще he или she, или they, может быть, даже, используется shall. Да, и вот shall здесь у нас именно выражает вот это вот обязательство, внешнее обязательство, да, то есть это не вы сами решили то, что вы берете на себя эти обязательства, а компания, у которой вы нанимаетесь, да, или юристы, или согласно закону, это может быть, или вообще просто внешним обстоятельством. Вот давайте с вами сейчас посмотрим отрывочек из «Властелина колец». Вот в этом отрывке Гендальф, ну, орет, да, вы не пройдете, то есть он вот говорит вот этим вот плохим существам, да, что вот они не пройдут, потому что он именно им помешает, да, то есть вот Гендальф – это как бы внешнее обстоятельство, которое не позволит пройти плохишам, которые их преследуют, да, вот, куда они, соответственно, идут. То есть вот в таких вот контекстах, конечно, они очень ограничены, да, за исключением, да, то, что мы рассмотрели с вами в самом начале, да, про предложения. Вот в таких контекстах все равно shall может употребляться реже, но может, как мы с вами посмотрели на примерах. Я очень часто слышала от очень многих людей, что американцы не используют «Present Perfect». Давайте посмотрим на примеры. Как вы видите, это, да, два примера из сериала «Друзья» и из шоу «Эллен». Но в обоих случаях было употреблено время «Present Perfect». И они вроде как американцы, насколько я знаю. Да, то есть «Present Perfect» естественно употребляется в американском английском. Конечно, есть различия. В то время как, например, в британском мы скажем «I have just done it», да, вот здесь мы будем «Perfect» использовать. А в американском, скорее всего, люди скажут, ну, не скорее всего, а точно скажут «I just did it», да, то есть они будут использовать «Past Simple». Да, с таким словом как «Just», «Already» или «Yet» в американском используются просто «Past Simple». Но есть такие моменты, когда вы без «Present Perfect» не можете обойтись. Например, когда вы хотите спросить «Ты когда-нибудь пробовал осьминога?» Допустим, да. В этом случае мы можем только употребить «Present Perfect» в любых вариантах. То есть используется этот эффект в американском английском. Следующее заблуждение тоже связано с временами, что в английском используются не все времена, да, то есть можно спокойно выучить там парочку времен, ну, не знаю, тройку, да, прошедшее будущее настоящее и спокойно к себе существовать. Можно, конечно, если вы хотите быть ограничены в своей речи, вы можете выучить только три времени и спокойно на них говорить. Вам никто этому как бы не помешает. Но, дорогие друзья, пока что никто не сообщал ни лингвисты, ни Оксфордский университет, ни Кембриджский университет, ни лингвистические организации из Соединенных Штатов, или из Австралии, или откуда-то еще. Никто не сообщал, что какое-то время больше не употребляется в английском языке. Они употребляются все просто в разных контекстах. И, ну, конечно, бывают, есть такие времена, например, как «future perfect continuous», который употребляется в очень узких контекстах. Ну, согласитесь, вы часто говорите такую фразу, то, что, я не знаю, в следующий понедельник будет пять лет, как я работаю в этой компании. Но не очень часто мы говорим такие вещи, как в русском, так и в английском языке. И последнее заблуждение на сегодня — это, что американский акцент более популярный, чем британский. И я это встречала и в комментариях к нашим роликам, и многие люди меня спрашивают, мои ученики некоторые так считают. Понятное дело то, что в Америке живет больше людей, чем в Великобритании. Это, естественно, это логично. Но, во-первых, что такое американский акцент? Это то, как говорят в Нью-Йорке или Вашингтоне, или то, как говорят в Калифорнии, или то, как говорят в Штатах, которые находятся ближе к Мексике. И что такое британский акцент? В одном Лондоне только, я не знаю, десятки акцентов существуют. Вот, но я понимаю, что вы говорите о классическом, да, американском, о классическом, британском акценте. Но, дорогие друзья, сейчас на английском языке говорят больше неносителей, чем носителей. И, естественно, неносители такие, как мы с вами, говорим со своими акцентами, да, потому что мы, не знаю, там, родились в России, или мы родились в Украине, или мы родились в Казахстане, или, не знаю, там, в других совершенно странах. У нас свои особенности наших акцентов, которые мы переносим и на другой язык, естественно. Вот, поэтому говорить о том, какой акцент популярнее, во всяком случае, в настоящее время, очень глупо. Говорите на том акценте, который вам больше нравится. И меньше, на самом деле, по этому поводу парьтесь, потому что любой наш акцент – это выражение нашей личности. И все. Вот на этой позитивной ноте я с вами попрощаюсь. And see you very soon! Субтитры сделал DimaTorzok